Человеческая жизнь сложна и непредсказуема, но чем старше мы становимся, тем сильнее в нас растет уверенность в том, что мы готовы если не ко всему, то практически ко всему. Однако порой реальность заставляет нас выйти из этого самоуверенного состояния, а то и вовсе способны загнать в угол и буквально сломать нашу психику. Ведь практически в любой момент мы можем столкнуться с катастрофами, войнами, насилием, смертью близких и любимых людей. И эти события могут оставить на нас неизгладимый отпечаток. Справиться с этими переживаниями самостоятельно крайне трудно, ведь подобное состояние даже имеет научное название – посттравматическое стрессовое расстройство. И именно этой теме будет посвящен этот выпуск. Это программа «Головоломка». Меня зовут Илона Руппель. Здесь мы говорим о том, о чем принято молчать. Так что же такое посттравматическое стрессовое расстройство? Если вкратце, то это тяжелое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющегося события, которое оказывает колоссальное негативное воздействие на психику человека. Во время и непосредственно после такого события человек обычно находится в состоянии психологического шока. Эта фаза в среднем длится не больше нескольких дней. Этот период, собственно, и предшествует возникновению клинической картины ПТСР. И то, каким будет этот период, в значительной степени определяет дальнейшее течение заболевания. В этот момент у человека может проявляться интенсивный страх, вызывающий желание бежать, или наоборот реакцию оцепнения. Некоторые жертвы травмирующих событий могут продолжать чувствовать себя беззащитными, дрожать в течение нескольких часов, бояться остаться в одиночестве или наоборот ощущать опасения и недоверие в отношении людей. Так работает защитная реакция нашей психики. Например, человеку может казаться, что случившаяся с ним беда нереальна. Некоторые люди могут искренне верить в гибель близкого человека. Все происходит с ними как будто во сне или в фильме. Время в такие моменты для человека идет медленнее, чем в реальности. Еще один очевидный симптом грядущего посттравматического расстройства – это состояние растерянности. Человек не отдает себе отчет в своих действиях. Иногда это может доходить вплоть до неспособности говорить или двигаться. А, например, жертвы сексуального насилия в первые часы или дни после травмирующего события обычно испытывают стыд и отвращение к себе. В этом случае человек даже может испытывать навязчивое желание мыться, чтобы очистить части тела, к которым прикасался агрессор. Практически у всех людей, переживших травмирующую ситуацию, наблюдаются психосоматические симптомы – тошнота, потеря аппетита. Кстати, несмотря на то, что в научной среде термин ПТСР официально появился лишь в 80-е годы прошлого столетия, впервые схожие симптомы были описаны еще в античную эпоху. Так, в источниках времен Ассирийского царства упоминаются призраки убитых в сражениях врагов. В свою очередь Геродот описывал случай слепоты, который появился у солдата от сильного испуга в ходе марафонского сражения. В Средние века также можно найти упоминания снов на тему прошедших битв у участников сражений. А король Карл IX после Варфоломеевской ночи и вовсе говорил, что его преследуют видения с окровавленными трупами, отчего у него буквально волосы вставали дыбом. Первые полноценные исследования о посттравматическом стрессовом расстройстве начали появляться лишь в XIX веке. Так, хирурги армии Наполеона описали состояние спутанности сознания и ступора у солдат, рядом с которыми в бою пролетало пушечное ядро. Это состояние они называли синдромом ветра от пушечного ядра. А уже в конце XIX века во Франции и Англии появилось большое количество статей о потере памяти, которая наблюдалась у жертв железнодорожных катастроф. У таких пациентов врачи обнаруживали изменения тепловой чувствительности, походки, рефлексов, почерка пищеварения, дыхания, памяти, ритмики сна, сексуальной потенции. При этом симптомы могли появиться как сразу же после катастрофы, так и значительно позже, иногда даже через несколько месяцев. В России о таком явлении, как ПТСР, впервые всерьез начали говорить в период русско-японской войны из-за активного применения артиллерийских орудий на фронте. С самого начала войны российские психиатры настаивали на том, что пациенты с психическими расстройствами должны быть признаны больными, а не симулянтами. И по этой причине они имеют те же права, что и раненые. В этот период российская пресса стала регулярно публиковать статьи о солдатах, потерявших рассудок, вплоть до того, что иногда целые полки сходили с ума. В период Первой мировой войны было зарегистрировано около 80 тысяч случаев посттравматических расстройств. При этом некоторые военные теряли память, зрение, слух, обоняние, вкус, способность ходить. Значительным событием в изучении ПТСР стало появление в 1945 году в США термина «взгляд на 2000 ярдов» для описания расфокусированного взгляда, часто наблюдаемого у солдат, перенесших боевую психическую травму. В период, последовавший за войной во Вьетнаме, помимо уже известных симптомов, было также описано возникновение различных зависимостей у тех, кто ранее принимал участие в боевых действиях. По данным статистики, посттравматические симптомы проявились у 700 тысяч американских ветеранов этой войны. В этот же период феминистское движение в США привлекло внимание общественности к тому факту, что у женщин, жертв сексуального насилия, проявляются те же симптомы, что у ветеранов войны во Вьетнаме. Все это способствовало постепенному расширению терминологии и применению симптомов этого расстройства не только на военных, но и на обычных людей. Более того, уже в 1987 году психолог Гилл Стракер ввел термин «травматическое расстройство» в результате продолжительного стресса, также называемое пролонгированным посттравматическим стрессовым расстройством, для обозначения постоянного воздействия на психику людей высокого уровня насилия, конфликтов и политических репрессий. Этот термин к тому же применяется в ситуациях постоянного воздействия на людей в криминогенной обстановке, а также распространяется на представителей профессий, связанных с постоянным риском для жизни. Например, полицейских, пожарных, работников спасательных служб. В каких же случаях возникает посттравматическое стрессовое расстройство? Помимо сверхмощных событий, таких как война, катастрофы, стихийные бедствия или террористические акты, поводом к появлению ПТСР могут стать и события, которые не являются экстраординарными для большинства людей, но субъективно могут оказаться серьезной психотравмой для отдельного человека. Например, тяжелая болезнь, несчастный случай или смерть близких людей. Также к формированию расстройства может привести даже употребление запрещенных веществ, особенно в случае первого неудачного опыта. ПТСР может также возникнуть у лиц, которые были вынуждены применять насилие, например, участвуя в убийствах или пытках. Это может вызвать особую форму ПТСР, основными симптомами которой являются флешбеки, кошмары, практика избегания травматичных воспоминаний. Сами травмы делятся на два типа. Первый – простая травма. Зачастую это краткосрочное, как правило, неожиданное событие, которое обычно несет угрозу для человека и превосходит его возможности в отношении самозащиты. Такое событие оставляет очень яркий, конкретный и неизгладимый след в памяти. В дальнейшем человек может видеть сны, в которых присутствуют те или иные аспекты события. При травмах этого типа характерна классическая для данного расстройства клиническая картина. У человека возникают такие симптомы, как высокая физиологическая реактивность, повторное переживание травмы, навязчивые мысли, связанные с событием и избегание того, что напоминает травмирующую ситуацию. Второй тип травм – пролонгированная травма. Это повторяющиеся травматические ситуации, например, повторяющиеся физическое или сексуальное насилие, травля, длительное участие в боевых действиях. В этом случае более вероятно, что нанесение вреда человеку носит умышленный характер. В первый раз такое событие воспринимается как травма первого типа. В дальнейшем события становятся все более предсказуемыми, и жертва переживает страх повторения травмы, при этом ощущая чувство беспомощности. Как правило, в этом случае развивается состояние, называемое комплексное посттравматическое расстройство. Из-за воздействия защитных механизмов психики воспоминание о травмах этого типа становится неясным, размытым. Со временем человек может развить симптомы посттравматической диссоциации для того, чтобы уменьшить воздействие травмирующей ситуации на его психику. Травмы этого типа могут привести к возникновению чувства вины и стыда, к снижению самооценки и даже изменению представлений человека о собственной личности. Чаще, чем в предыдущем случае, возникают нарушения в отношениях с окружающими, отстраненность, появляются различные зависимости. После того, как первый шок от травматического события проходит, наступает основной период развития ПТСР. В этот момент непосредственная опасность исчезает, страх становится менее интенсивным и человек осознает случившееся. Но это может оказаться дополнительным психотравмирующим фактором, особенно если нет уверенности, что опасная ситуация не повторится. К тому же в процессе осознания происшедшего состояние человека может усугубиться, если сам травмирующий опыт произошел по чьей-либо ошибке. Например, в случае техногенной катастрофы или гибели близкого человека во время медицинской операции. Ключевыми симптомами ПТСР в активной фазе являются депрессивные проявления. Эмоциональное опустошение, потеря интереса к жизни, желание плакать, потеря веса, суицидальные мысли и практика избегания. При ПТСР человек избегает не только мысли о травмирующей ситуации, но и даже и мест, в которых может произойти событие, напоминающее травму. Например, человек может бояться ездить в общественном транспорте, потому что в случае панической атаки он не сможет быстро выйти из автобуса или трамвая. При ПТСР человек может бояться, например, встретить в общественном транспорте агрессора и будет избегать таких поездок. В следующей фазе восстановления ключевые симптомы ПТСР исчезают или становятся менее интенсивными. Возвращается способность функционировать на уровне, характерном до травмирующего события. При неблагоприятной динамике некоторые симптомы могут остаться даже после исчезновения классической клинической картины. Например, тревожно-депрессивное настроение, стойкие фобии, такие как неспособность управлять транспортным средством жертв ДТП, недоверие к миру и неверие в свои силы, склонность к социальной изоляции или, напротив, к зависимости от других людей. Воспоминание событий остается травматичным и пугающим. Оно продолжает вызывать сильные негативные эмоции, как если бы событие случилось совсем недавно. Переживания по поводу события продолжают занимать много места в жизни человека. Одной из ключевых особенностей ПТСР является волнообразная динамика. Пациент может довольно значительный период времени почти не иметь симптомов ПТСР, а затем под воздействием самого незначительного фактора, чем-то напоминающего первоначальную травму, а иногда и без всякой видимой причины, симптомы вновь возвращаются. В случае полного восстановления происходит значительное уменьшение тревожности, депрессивных симптомов, гнева или стыда по поводу случившегося. К человеку возвращается доверие к миру и людям, уверенность в себе, оптимизм и прилив энергии, способность строить планы на будущее, интерес к прежним увлечениям, работе, межличностным отношениям. Воспоминание о событии становится значительно менее травмирующим и больше не вызывает интенсивного страха. Они интегрируются в жизненный опыт индивида и воспринимаются как часть прошлого, не мешая получать радость от жизни. Иногда даже наблюдается феномен посттравматического личностного роста, то есть когда травмирующий опыт способствует изменению жизни человека к лучшему. Ключевым способом диагностики ПТСР является тестирование. Для лечения же ПТСР обычно используется комплексный подход с применением разнообразных методов коррекции и поддержки, то есть медицинские препараты, психотерапия, которая должна начинаться как можно быстрее после возникновения травмы. Необходима также постоянная социальная поддержка пациента. В большинстве случаев основной задачей терапии является устранение симптомов ПТСР, но иногда специалистам прежде всего необходимо работать над стрессом, связанным с проблемами настоящего момента, которые могут вызывать дальнейшие ухудшения состояния пациента или не дают возможности начать терапию. В некоторых случаях в терапевтический процесс должны быть вовлечены члены семьи и другие значимые для пациента люди, если проблемы взаимоотношения с ними неблагоприятно воздействуют на проявление симптомов ПТСР. Выбор типотерапии и лечения должен осуществляться с учетом потребностей пациента, а также его возможностей и предпочтений. Кроме того, необходимо применять во внимание потенциальные трудности и побочные эффекты лечения. При ПТСР часто применяется сочетание разных терапевтических методов. Это связано со сложностью феномена ПТСР, как расстройство, проявляющегося одновременно на психологическом, биологическом и социальном уровнях. Продолжаться терапия при восстановлении может от нескольких месяцев до нескольких лет. Да, жизнь человека действительно непредсказуема. И в любой момент с нами или с нашими близкими может произойти все что угодно. И в такой ситуации крайне важно как можно быстрее обратиться к специалисту. Надеяться на то, что наша психика сама найдет выход из сложной ситуации не приходится. Если мы сталкиваемся с тем, что больше и сильнее нас, без посторонней помощи уже не обойтись. Это программа «Головоломка». Здесь мы говорим о том, о чем нужно говорить вслух. Ну что, на этом все? Да, мы закончили. И что дальше? Дальше? Жить и пользоваться этими знаниями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!